Как мы живем сейчас? За что нас принимают? Нас принимают за быдло, за стадо, которое можно везти куда угодно. И делать с ним что угодно. И власть не очень-то и скрывает свое отношение к нам. Она довольно откровенно действует. Нельзя высказать то, что ты хочешь. Когда они говорят о равных возможностях партии, это же ложь, сплошная ложь. Мы все время в этом купаемся, в этой лжи. Что это все значит? Единственное, что меня восхищает в советское время, это школа КГБ, КГБ, которая сумела, действительно сумела, так обучить людей, что вбить в них такие стереотипы, что они до сих пор все толдычат про внешних врагов, про подкуп. Это же невозможно уже слушать, когда наш премьер-министр все время это толдычит. Ну пора бы ему остановиться, наверное. Пора бы понять, что сейчас уже другое время. Нет. Видимо, это очень хорошо обученный человек. Очень хорошо. Мне кажется, что нам надо вспомнить, что мы действительно не бандерлоги, а люди. И что нам нужно и доказать это, что мы люди. И нам нужно выйти на эти митинги. И чем больше нас будет, тем лучше. Тем больше они будут понимать, что не все так просто. Говорят о том, что у Путина нет альтернативы. Но какая может быть альтернатива, когда невозможно же, чтобы появился еще один человек какой-то. Один или несколько. Когда никому не дано слова. Когда невозможны дискуссии. Когда невозможно выйти на широкие массы. На любой канал какой-нибудь. Нет. Это невозможно. Это сладкая парочка, которая нами руководит. Она тоже ничего не стесняется. Мы все в ужасе от того, что происходит. И произошло. Как в какой-то рекламе есть такое. Случилось страшное. Мне кажется, это клоунада. Как это можно так? Это непристойно. Это неблагородно. И это не аристократично. Подержи мое место, я сейчас приду. Так, теперь садись на мой стул. Я сажусь. Все. Все. Но это не аристократично очень. Ноль благородства. Я бы так сформулировала. Но вообще это клоунада. Старик, подержи вот это место. Подержи, я сейчас приду. Сейчас. Все. А вот сейчас будут выборы. Им всем кинут по куску. Всем. А наша власть знает, кого можно купить и кто купится. Потому что беднейшего населения прорва. Вот отъехать и увидишь все. А я много езжу до Комсомольска на Амуре и обратно. По куску всем, всем что-то подкинут. Дадут. Пенсионерам дадут. Чего-нибудь дадут. Ветеранам что-нибудь дадут. Или пообещают. И пообещают так красиво и убедительно. Что в сотый раз обманутый ветеран поверит. Он не слушает свободу. Он не слушает эхо Москвы. Он не читает Нью Таймс и новую газету. И там как этот репортер. Понимаете? Русский репортер. Он не читает. Он смотрит телевизор. Ему первый канал обещает. Очень много. Раз повелся. Два повелся. Три повелся. Четыре повелся. Но каждый раз что-нибудь дакинут. То бутылку водки. То добавку пенсии масеньку. Тридцать рублей. То что-нибудь еще. В России из 59 миллиардеров стало 79. Не хочет ли Дума обсудить, почему количество миллиардеров удваивается в три года, а народ при этом нищает. Вот этого Дума обсуждать не хочет. То есть следует вывод, что они богатеют за счет народа? Я так понимаю, из ваших слов. Простите, пожалуйста. Это мои слова здесь могли и не звучать. Хочется спросить, а что? Есть иные мнения. Это называется перераспределение доходов. Россия занимает первое место. И дальше идут две страницы первых мест. По запасам природного газа 23% мировых. По добыче и экспорту природного газа, по запасам каменного угля, мировых запасов торфа, леса, соли, воды пресной и так далее, крабов, осетровых, олова, цинка, титана, рудничного рафинированного никеля и прочее, прочее. То есть первое место, причем и по экспорту и прочее. А также и второе и третье. По запасам платины, в том числе экспорт средств ПВО, малой и средней дальности. Первое место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов. А также в области балетных. Нет, 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 это совсем другое. Первое место в мире по величине национального богатства при любом методе расчета, как по абсолютной величине, как и на душу населения. А теперь мы начинаем читать с другого конца. И у нас получается. Первое место в мире по темпам роста числа миллиардеров. Второе место по числу долларовых миллиардеров после США. Второе место по распространению поддельных лекарств после Китая. Второе место по числу самоубийств на душу населения после Литвы. Второе место по числу убийств на душу населения после Колумбии. Второе место по числу убитых журналистов за 10 лет. Третье место в мире по распространению детской порнографии. И так далее, так далее, так далее. Вы понимаете, первое место по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, первое место в мире по объёмам поставок рабов на международный чёрный рынок, первое место по продажам крепкого алкоголя и так далее, первое место в мире по числу детей, брошенных родителями, первое место в мире по самоубийствам среди детей и подростков и по самоубийствам среди пожилых людей, первое место в мире по абсолютной убыли населения. То есть вы понимаете, вот это вот со всеми вот этими богатствами. То есть этого всего совершенно достаточно для оценки существующей власти, правящей партии, кабинета министров и так далее, и так далее. То есть вот что есть в стране, а вот что есть для людей. Отсюда и миллиардеры. Вот разность между национальными богатствами и состоянием жизни и есть та почва, из которой формируются миллиардеры. Я искренне считаю, что Путину повесит на верея. Вот то, что он сейчас делает, его повесит на верея. А может, на говно вверх, не знаю. Его повесят на верея, но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут, что ты его привел. Я хочу, чтобы дело Путина, которым я занимаюсь с 92-го года, было доведено до суда. Я хочу, чтобы состоялся в суд, и чтобы незаконная выдача им лицензий и неполучение нашим городом в 92-м году, вспомните этот год, продуктов из-за рубежа, за вывоз отсюда сырья, которые все прикарманил Путин, наш город остался без продуктов, и мы вынуждены были в нашем городе, в бывшем блокадном Ленинграде, ввести шкаточки. Я утверждаю, как следователь, который занимался расследованием данного уголовного дела, что если бы нам его дали, позволили бы довести до конца, если бы оно не было бы незаконно прекращено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, то тогда ряд лиц, ряд чиновников, которые сейчас находятся на политическом олимпе нашей страны, сидели бы не в Кремле, а сидели бы в тюрьме. Говоря о этих чиновниках, я имею в виду таких, как Путин Владимир Владимирович и как министр финансов Путин. Генеральная прокуратура незаконно прекратила данное уголовное дело, потому что в момент, когда были отправлены международные поручения, и не пришел ответ, то оснований для прекращения данного уголовного дела никакого не было. Дело прекращено совершенно незаконно. Незаконно, потому что Путин стал президентом страны, а в отношении президента уголовное дело не ведется. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...